Сегодня поговорим о ягодах. Даже если у вас нет больших плодовых деревьев, абрикосов, черешни, винограда, то самые популярные ягодные кустарники уж точно имеются. Ягодный конвейер начинает жимолость, продолжает земляника садовая, или, как ее еще привыкли называть, клубника. Подхватывает малина, за ними подтягиваются смородина и крыжовник. Ежевика, казалось бы, замыкает этот поток витаминов и радости, но не тут-то было. Ремонтантные сорта клубники и малины радуют нас практически до снега. Варенье, джемы, компоты – это, конечно, хорошо. Но вот поесть с куста, без всякой переработки, куда лучше. Вот только чтобы все это богатство было для нас действительно полезным, не нужно обрабатывать их химикатами, а то чуть что – обработка. Ну, раз насекомые погибают, думаете, на человека это все не влияет? Вот смотрите, в прошлом году на этот куст напала тля. Очень сильно напала. И что? Ну, подрезала я макушечки со скрученными листьями. И вот урожай этого года. Он обычный, ничуть не меньше, чем в прошлые годы. Есть множество различных народных рецептов. Рабочих и нет. Но согласитесь, если у нас время делать эти настойки для опрыскивания, порошки для опудривания. Ведь все должно быть в системе. Разок пропустил и все сначала. Поймите, часто обрабатываемые растения, особенно химическими препаратами, слабеют. Так как собственный иммунитет в растении снижается. Лучше немного поделиться урожаем с насекомыми вредителями, чем травить их и себя. А тут, глядишь, и полезные насекомые подтянутся, и птички разные в сад прилетят. И сделают всю работу. Качественно, бесплатно и, как говорится, без шума и пыли. А вот обрезка, мульчирование и подкормка для хорошего урожая просто незаменимы. Старые ветки и кусты нерентабельны. Поэтому вовремя обрезаем, старые заменяем. Корни у ягодных, как правило, близко расположены к поверхности. Поэтому от засухи и просто жаркой погоды очень страдают. Поэтому все выплатые в огороде сорняки, скошенную травку, все в дело. Если не хотите покупать готовую мульчу осенью или весной, хорошего компостика под куст набросайте. И растения в долгу не останутся. Отблагодарят богатым урожаем. Но есть еще такой фактор, как погода. Подкормку важно выбрать правильную, комплексную и, естественно, натуральную. Ягоды скоро поспеют, поэтому никаких сомнительных удобрений нам не нужно.